Сегодня при правительстве создан координационный совет по образованию для организации учебного процесса в условиях пандемии. В него войдут представители нескольких ведомств. Как отметил председатель правительства, главное организовать процесс учебы и сохранить здоровье учителей, родителей, школьников и студентов. Все в наших руках находится. Если будем соблюдать карантинный режим и рекомендации и требования санитарно-эпидемиологической службы, значит удастся сохранить жизнь и здоровье. Если не будем следовать, то ситуация будет развиваться еще по более негативному сценарию. Как сообщила на совещании министр просвещения, практически все учебные заведения приступили к работе своевременно. Проверка также выявила, что компьютеры, смартфоны и планшеты есть почти у 95% школьников и студентов. Остальные получают задания по стационарному телефону и на бумаге. Продолжается подключение школ к оптоволокну. Для детсадов скоро приобретут почти 4000 ламп для обеззараживания воздуха.